народ привет продолжаем рубрику мини распаковочки и сегодня у нас снова несколько посылочек начнем с самой маленькой посылочки приходят в основном меня с сайта пандау доставка стала намного быстрее сегодня к нам пришел вот такой вот он называется свитч стоит он 130 рублей как я понял смотрите она идет в таком силикончике влагозащита как бы у не так понимаю для чего она сделана она ставится в разрыв нашей или люстры или какого-то устройства и включается с третьего канала который у нас кнопочка идет включается выключается многие делают из серв эти свитчи вот я в принципе не стал заморачиваться у меня есть одна сгоревшая я все никак не перепаяя ее там на потенциометр выпаивать сопротивление какое-то впаивать я не стал этим заморачиваться и купил вот такой вот до 130 рублей кстати сразу скажу на сайте пандау с 22 по 24 число я думаю что я успею уже выпустить это видео будет распродажа как при предновогодний со скидкой 50 процентов я конечно не ожидал уже в этом году такого вот поэтому заказал эти посылки не дождавшись как бы сказать но уже но уже много чего там добавил себе но с такой скидкой надо будет некоторые вещи прикупить так ну ладно продолжим дальше так смотрите значит что у нас здесь у нас здесь штангель штангель электронный штангель я думал он будет какой-то крутой а он по моему пластмассовый да он пластмассовый но он работает то правда сейчас губки свел до конца и он мне в минус показывает зеро а он обнуляется так давайте прям сразу его и сравним настоящим что будем проверять ну давайте проверим толщину ножа так здесь у меня показано почти 3 миллиметра толщина прям вот кому-то там чуть 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 не хватает так берем этот еще раз вводим к нулю да и проверяем 2 и 8 ну как я и сказал немножечко есть 2 и 8 2 и 9 вот так вот но в принципе интересная батарейки в комплекте цена просто смешная когда не охота вам смотреть принципе можно пользоваться им ценник 170 рублей мне в принципе понравилось кнопка выключения просто нажали все и давайте попробуем влезет ли он вместе с моим нет не лазит а а если мы уберем мякушку кнопки не нажимаются все мусор стоил в сторону и на место так следующее последующее у нас вот такие вот ножнички чехольчики что-то быстренько вот так вот перерезать вот такие вот ножнички я не помню 30 рублей не знаю как это будет выглядеть острые смотрите прям в принципе прям быстро давайте попробуем вскроем третью посылочку ими прям берем в окнули они в принципе так она разрезается давайте попробуем разрезать так нет ну в принципе мне нравится нормально вот прям так и прям так хорошо режут ух ты ж какая у меня классная посылка да еще и совсем не мятая кавычках как вы давно уже от меня слышали я жду донора для своего напечатанного ZIL 131 и вот наконец-то я его дождался смотрите коробочка какая совсем не мятая друзья мои совсем гляньте так ну что тут у нас аккумулятор во время транспортировки даже выскочил из-под капота с проводом волтается либо кто-то им игрался где-то на таможне шел ко мне 32 дня вот такой вот грузовичок очень похож на наш ZIS 151 вот 16 масштаб 6 колес ведущих опять же непропорциональное управление так достаем достаем так вот 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 так аппаратура включение выключение руль такой кстати прям жесткий как колесико не то что на пл как это но повторюсь джей джей rc вот хотя запчасти них одинаковые позиционируется не везде одинаково аккумулятор джей джей rc 700 миллиампер 6 вольт только отдача 5c спаян по-другому не так как у ура уши шаги вот потому что тут видать капот побольше его вот так вот туда и вставляешь так аппаратурка тоже другая возможно половина видео будет кривое так дальше инструкция что куда и как смотрели полистали а все хорошо все поняли убрали так дальше это походу зарядка ну кстати как вот здесь разложена вот она интересна пускай как говорится качество такой же но сделал на прям лучше потому что там приятней зарядочка и отверточка смотрите в кузове у нас о зеркала кстати резиновые сломать их вообще нереально у нас с вами тоже коробка интересная коробочка полностью пустая заморочились и сделали коробку чисто в кузове чтобы не сломался все достали поставили мусор убрали так смотрите значит что у нас здесь есть у нас есть вот такой грузовик открывающиеся двери толстый кстати пластик открывающийся капот торчащим проводом и акумчик который хорошо убирается защелкивается хорошо так мосты у джей джей рси совсем другие и дифы у него не блокированные все дифы не блокированы соответственно с проходимостью у него будет все намного хуже коробка такая крутится все очень мягко очень хорошо кардан задний совсем другой подвеска в принципе более-менее посмотрим как будет выполнена здесь его потроха все так покрышечка одна тоже слезла но все равно резина мне кажется мягче чем у шишиги размер точно такой же рисунок такой же ну что включим также мигает фары пока мы не подключим давайте вставим быстренько батареечки здесь как и везде две пальчиковые аппаратура сконнектилась батареек в принципе хватает надолго так что болтик назад закручу пускай будет ну что да непропорциональное управление очень быстрый газ как на всех моделях можно обкатать моторчик может подольше походит плавного газа нету тоже да сразу до упора очень хочется реально затестить потому что не блокированы дифференциалы вот не знаю как это будет с другой стороны так как я делаю зила на него очень мне прям хотелось бы попробовать с уралом сравнить резина кстати намного мягче здесь намного просто чем у шишиги прям совсем другая вот так что вот такая вот модель сожалению она в таком виде будет недолго так как на днях я ее разберу ну все вот такой вот обзор смотрите мою новую рубрику из игрушки в модель я там переделываю уазик 3151 хантер я его называю вот я не знаю в чем у них различие не вдавался в подробности вот я его переделываю там ставлю на него мосты мосты ставлю от от шишиги ну а грубо говорят vpl модели вот кстати у этой модели открывающийся задний борт тоже очень интересная такая вообще в принципе если она вот так вот поедет gjrc фирмы сделано вот по мне качественнее прям поинтереснее все у нее тут сделано хотя в принципе практически все то же самое рулевая очень интересно сделано и колеса меньше болтаются но также кстати не закручены много чего есть рулевая вообще не закручена вот так что смотрите новую рубрику скоро у меня будет не буду сейчас ничего говорить еще одна интересная игрушка игрушка сразу говорю которую мы будем также делать на радиоуправлении я такого у нас еще ни у кого не видел в россии за границей так делают многие уже вот но видео я особо у нас такого не нашел может кто-то и делает просто не снимает ничего так что смотрите подписывайтесь на канал так что следите за новостями подписывайтесь в группу вконтакте вот там чаще всего все новое выходит в инстаграм кстати тоже есть вот по хэштегу tula trophy team вот заходите подписывайтесь и смотрите что у нас есть народу становится на все больше модели все больше каждый переделывает ее по-своему скоро у нас будут покатушки вот ну про них чуть позже интересный маршрут будет у нас вот как бы назовем его марш пробег ну все всем пока всего доброго до новых встреч и так и и и и